Человек спрашивает, если я вышел в сафар, что будет для меня лучше, оставить пост или продолжать поститься? Бисмиллях, альхамду лиллях, ассалату, ассаламу аля расули лиллях. Здесь ученых разногласий, что лучше. Ибн Тами говорит, рахима уллах, лучше не поститься вообще. Хоть тебе трудно, нетрудно, в каком положении не было, можно лучше не поститься. Заранее мы должны знать мнение четырех имамов, что можно поститься. Нет сомнений, что нельзя поститься, что в сафаре можно поститься. В том разгласе идет, что лучше. Здесь более правильное мнение зависит от каждого индивидуального человека. Если ему разницы нет, хоть поститься, не поститься, ему не трудно, тогда такому человеку поститься лучше. Можно или лучше? Лучше поститься. Если ему разницы нет, то не постивший и постивший трудности не испытывает. Сафар идет все нормально, поститься лучше. И вышли с подвижника, рассказывает хадис, мы вышли с пророком салавиусом сафар. В сафаре никто не был, кто уроза держал, кроме пророка салавиусом и Абдуллах ибн Раваха. Такой жаркий день тоже был, от сильной жары, мы на голову друг уставили, чтобы солнце не припекала голова. Здесь пророк салавиусом держал пост, другие отпустили. Кому не трудно, можно держать. Как пророк салавиусом и Абдуллах ибн Раваха. Кому было трудно, отпускать на ночь. Второе, может пост держать, но ему трудно. Но не такая трудная, эта трудность не вредит, но все дела, которые сафар должен делать, не получаются. Или же трудно получается, или же он приносит трудно. Такой момент, ровоза отпускать лучше. Третий, поститься может, но когда поститься, у него вообще истошение, очень сильная трудность. Вообще не может даже сафари свои дела делать. Такому человеку говорят, харам поститься сафари. Это более правильное мнение. Потому что были спадриджи, которые постились, были спадриджи, которые не постились. И так совмещаются все долины, которые пришли насчет поста сафари. Есть мнение ибн Хазам, Захирит, они говорят, вообще не получается сафари уроза держать. Харам уроза держат, говорят, такое мнение есть. Это Захирит. Из этого ибн Хайми говорит, чтобы от этого хиляфа выйти, лучше всегда не поститься. Более правильное мнение, смотря на человека, ему не трудно поститься. Ему чуть трудно, но может нормально, нежелательно поститься, нежелательно отпускать. Если вообще трудно ему сафари, тогда ему нельзя поститься. Аллаху Аля. 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 Продолжение следует...